В январе 2023-го специальная комиссия Минздрава России составила список дефицитных медицинских товаров, в которые вошли 97 препаратов. В этом перечне, среди прочего, аспирин, процетамол, корвалол, активированный уголь и даже йод. О различных вакцинах, а уж тем более препаратах для терапии тяжелых заболеваний говорить вообще не приходится, отмечают эксперты. Пошел просто обвал производства лекарств, то есть падение более 30% год к году в декабре. И вот мы видим на графике, что там вот эта лесенка такая, то есть если еще в августе там фармацевтика росла, то есть какое-то там легкое импортозамещение, вот первые месяцы войны было, то начиная с осени идет падение производства, оно усугубляется. Падение больше 30% считается катастрофическим, утверждают аналитики. Импортные поставки тем временем рухнули на 9. В российских регионах массово сообщают о дефиците критических лекарств. Сильнее всего не хватает детских антибиотиков. А по данным СМИ, за жизненно важными препаратами, например, для терапии сахарного диабета, некоторым больным приходится ездить в соседние регионы. Причина такой ситуации даже не в введенных санкциях, уверены специалисты. Наши фармацевтики там на 80% зависят от импортного сырья. И после войны, естественно, очень многие поставщики просто отказались с Россией работать. На Западе к этому внимательно относятся. И там многие политики не хотели бы, чтобы россияне страдали. Особенно люди серьезно больные, которые зависят от рекордов, страдали и так далее. Но сами компании просто не видят по моральным причинам возможности с Россией работать. Согласно опросам предпринимателей фармацевтической сферы, около 40% бизнесов не смогли найти замену импортному сырье. Список лекарств, доступных для россиян в аптеках, сократился почти на 2500. Однако, по мнению президента России, в стране все идет по плану. По итогам совещания с комиссией Минздрава, Владимир Путин заявил, что отечественные лекарства уже замещают импортные аналоги. А сама отрасль создает новые рабочие места и наполняет бюджет налогами. Впрочем, это утверждение является скорее фантазией российского диктатора, утверждают эксперты. Замещение не происходит за несколько дней или даже лет. Таким образом, лечение людей с тяжелыми заболеваниями вскоре станет в России просто невозможным.